задача вот есть задача которая называется период файдинг на то есть поиск периода ой так что-то она не выключилась да ну что выключилась отлично него на значит это все таки некоторая конкретная задача она не сильно будет отличаться от того что мы делали раньше но давайте мы разберем именно так как она значит формулируется пусть у нас есть некоторая функция f которая из числа на выдает либо нолик либо единичку и пусть мы знаем что f является r периодической а р мы сами по себе не знаем значит напоминаем что такое у нас и в квантовом смысле это значит у нас есть унитарный оператор уэв который действует так он из x y на x это какое-то количество кубита а игрек это один кубит да значит переводят его x y плюс f от x и когда мы говорим что нам задана функциях мы имеем ввиду вот это значит поэтому на скольки кубитах я пока как бы ну не особо вам говорю а в реальность такая будет чем больше тем как бы лучшим она будет отрабатывать просто ну а минимальное количество которое нужно что ну должно быть больше чем иначе вы периодичность но вообще никак не можете если 2 в степени n должно быть больше чем р давайте условия что 2 больше чем 2 но в реальности просто чем больше тем точнее вы будете находить на начну и давайте посмотрим на как ли это задача решается давайте делаем следующее значит берем состояние 0 0 так здесь у нас н кубит а здесь один кубит вот и применяем к нему она дамаров ну к 1 координате применяем она дамаров значит ну что он получает мы получаем 1 поделить на корень из 2 н н и сумма g на 0 ну такую штуку мы получаем дальше давайте мы получаем применяем чудесный оператор у 1 поделить на корень из 2 н и сумма g я хочу а теперь значит как это внимание смех значит я сейчас расскажу сначала один алгоритм да а потом значит покажу что один его кусок можно выбросить но я сделаю это именно в таком порядке сначала покажу с куском а потом покажу что можно выбросить и делаю это чтобы не повторять вот эти чудесные вычисления суммами экспонентами которые будут просто как математик да значит я как это вылью воду на плиту да значит и скажу есть решение а давайте я измерю сейчас второй кубит я получу либо нолик либо единичку но у меня останутся только те джи которые соответствовали результату измерения значит вот здесь у меня по-любому получится периодическая последовательность и в случае если я получил 0 и в случае если я получил 1 да значит давайте как-то я делаю измерение отсюда до а измерения вот этого последнего до кубита давайте назову как-нибудь а ибо отделу измерению бэр но я получу что-то что значит ну вот здесь получится какая-то константа а здесь получится сумма g но так как и что g продвижать некоторые периодической последовательности и с периодом к с периодом арт и период никак не зависит от того как бы начну ей есть тонкость единственно до что как случае если я получил условно говоря одну из них то как бы у меня получится большинство как бы выкинуто если другую из них получил что большинство включены но так или иначе она будет периодично с периодом а значит а дальше что я сделал я применю квантовое преобразование фурьер да по второму я ничего не буду делать да я не должен уже делать он уже измерен это бессмысленная операция вот и соответственно я получу но опять-таки что-то что будет сконцентрировано только в вещах как это n поделить на а я получу что-то значит сконцентрировано в g равных константа n поделить на ну какой-то коэффициент а джито значит ну на что-то ну все соответственно дальше я иду измерение делаю в регистре а и таким же способом которым я получал период я могу сделать его здесь а теперь внимание вопрос а на кой ляп мне было вообще делать измерения бита б я могу просто удалить из этого рассмотрения потому что и в одном случае и в другом я получаю в качестве измерения что-то ну от n поделить на а значит я не производил то значит это измерение то я получу какую-то линейную комбинацию то есть линейная комбинация того что было сконцентрировано в n поделить на а является опять чем-то сконцентрировано м поделить на а то есть получается что вот этот член я могу как бы удалить вот эту часть такая здесь перестанет быть константа дать другое на значит здесь вообще получится фиджито я даже не знаю это будет чистый но чистый один или как ты лет и может быть и какая-то линейная комбинация а теперь представим себе что я бы вам не говорил что давайте я сначала измерил бы а потом да значит буду ну а просто сразу говорил ну и применим к первым координатам квантовое прорезание фурье вы мне сказали ну так и иди как это родной да значит выписываете суммы экспоненты их суммируй там да значит разбирайте с этим вторым то ли ноликом то ли единичками здесь получишь где вообще причем здесь вообще периодичность спросили бы меня вы да вот ну периодичность там на самом деле в том что после преобразования квантовое фурье вы будете иногда получать ну как бы что-то 0 или что-то единичка да иногда она будут как бы складываться этим сам сокращаться состояние но если вот у вас здесь написаны какие-то члены а значит ну вот у вас вижу что написано да здесь написано сумма один поделить на корень из 2 в миджи было то вы начинаете как бы к ним применять но к некоторым из них была бы привязана нолик давно после применения к некоторым было бы привязана единичка если вы к ним ко всем было привязано одно и то же чтобы схлопнулась в ноль на но как бы полного поскольку к некоторым нолик привязанных некоторым единичка то часть из них как бы схлопнется это будут те которые не делятся на g на часть из них бы ну не схлопнулась это те которые делятся новые делятся на определить на до смысле ну вот если предположить что у вас функция была бы константа то все бы из них схлопнулись правильно ну потому что выбор ну вот у меня здесь написано да сумма g f от g на самом деле если все фаджи константы то я это выношу как бы ну наружу и ну типа ничего не меняется теперь если просто применяю квантовое преобразование фурье то там будет написано какие-то экспоненты ну вот вот во что будет переходить вот этот товарищ он будет переходить в какую-то сумму ну каких-то экспонентов переходить там на к но на фаджи в конце а вот и у вас возникнут каноне и к 1 ну как бы несколько раз и некоторые из них как бы войдут в одну скобочку если это ну вот ноль и там и там был а некоторые войдут как это в разные скобочки те которые вошли в одну скобочку будут сокращаться те которые вошли в разные скобочки да значит но не будут сокращаться ну и вообще говоря я должен был бы сидеть и аккуратно сейчас писать экспоненты ну вот это суммировать и выносить как бы нужно это было бы работа да и как это я не уверен что я бы тут не обсчитался я не уверен что если вы будете делать это вы не обсчитаетесь да вот значит а поскольку я новость сделал такой трюк 5 типа сначала измерил поместил это в состоянии периодическое автоматом для периодического состояния уже раньше доказал да а дальше я использую на как бы супер принцип суперпозиция в каком-то смысле ну на самом деле да можно сказать просто следующее я беру ну да действительно я мог бы придумать объяснение не через измерение я мог бы сказать следующее что давайте я теперь разложу их виде сумму ну как это g первых на но gg нулевых на новик плюс сумму g первых на единичку да я мог бы так записать каждый из диноли g1 является периодической квантовое преобразование фурье примененная к этой даст мне что-то сконцентрированное в делителях н поделение делителях а господи как это целое умножить нами поделить на арта и здесь получилось что-то умножить на n поделить на значит если их сложу это останется что-то умножить на n поделить на я мог бы ну как бы закончить принципе да я не обязан этим смешным образом сделать согласен это не не обязан вот так значит смотрите да насчет здесь есть такая тонкость окей конечно все что я рассказал вам гарантирует то что коэффициенты есть только в чем-то что делят ну как бы являются делителями делятся на n поделить на но они в этот момент могли перестать быть равновероятными так как это хорошая задачка да ну вот например я говорил 0 плюс 3 плюс 6 да а еще моя говорил про один а еще я говорил про 0 плюс 2 плюс 5 вот по идее я могу взять их сумму могу написать 20 плюс 2 плюс 3 плюс 5 плюс 6 хорошая задачка думаю следующему году она достанется да значит и получается могли бы применить квантовое превращение фрика этой штуки и она тоже должно было быть сконцентрировано более или менее но в тех же местах что и раньше да но вероятности я ничего вам не могу сказать потому что это мы с вами рисовали вот эту штуку только с вероятностями но там же еще фазы есть и вот эти фазы ну для этого состояния для этого фаза были бы разные и они где-то ну как бы казались бы коллинеарные где-то бы они оказались ну под каким-то углом конкретно в этой ситуации они были бы ну все до множества на одно и то же но как бы это ну это нам повезло в каком-то смысле вот поэтому ну вот как-то так ну а дальше концепция такая что мы чем больше n я взял да тем на самом деле но 2 венны поделить на а как бы ну все лучше и лучше получается и тем самым ну как бы у вас получается лучше и лучше качество но давайте как я думал вы меня простите вот ну то есть не не простите а даже обрадуетесь что я тогда в экзамен же это не включу да значит как именно она растет количество меч смотрите почему я это не совсем включаю да потому что действительно есть важный вопрос который не сказал почему нужного большое от вот количество кубит да и замерение делать это я это действительно важно вот как бы как именно ну в смысле это ну экспериментальный факт то есть вам как программистам это же неважно это теорема или экспериментальный факт большому счету а вот мы не знаем по крайней мере вот мой мой опыт работы с людьми в индустрии показывает что очень мало разница да значит вот мы нашли таким образом из оракула а значит ну вот это период вопросы замечания предложения провокации нет не факт что они распределены равноберного ну да формально я как бы да вот это это не сказал вдруг бы они все ушли в ноль это такое 2 более того могло бы быть если функция f является константы ну константная функция трехпериодической в том числе да вот и тогда бы они все ушли в ноль потому что она на самом деле является один периодически такое могло бы быть да но в реальности если но смотрите давайте попадем по другому да предположим что они все являются именно ну вот как это по периодическими где-то простое помню то что простое неважно как бы но вот с меньшим периодом нету да тогда что получается тогда у вас здесь написано состояние как это 0 плюс p плюс 2p на на плюс и так далее кванту и от него есть квантовое преобразование фурье это какой-то вектор пши давайте мне все равно какой он а теперь я напишу до считая что сумма бесконечно бесконечно я напишу 1 плюс p плюс 1 плюс 2p плюс 1 на плюс и так далее да и приму применю к нему квантовое преобразование фурье это получится вектор пси значит умноженное в степени что-то там минус 2p и поделить на это но именно целиком вектор пси то есть они все намножатся к ну кроме ситуации что вот я вышел за пределы 2 вены как бы да и у меня трудность появилась на ну то есть и такой вариант тоже есть что ну вот вот как это обрубание было когда мы 2 плюс 5 написать да а плюс 0 не написали ну и дальше я все остальные так написал да какое-то подмножество не все какое-то подмножество и тогда если их просуммирую а то у меня получится q ft от их суммы но я еще должен был бы с коэффициентами какими-то брать да ну просто чтобы ну состояние у меня было ними просто и здесь должны были выбрать коэффициенты q ft от суммы будет пси до умножить на какую-то сумму ишек да и сумма и в степени и ну там и на что-то но эта штука она одинаковая это число вы комплекс здесь написано поэтому получается что у меня все фазы на множество вот все коэффициенты на множество на одно и то же ну и получается что да получается ну кроме вот этой ситуации что у вас есть хвостики как бы которые чуть-чуть разные да получается ну вот в идеальном идеальном мире они бы тоже были равномерно распределены при этом смешно да что они были бы прям реально равномерно распределены да потому что у вас эти коэффициенты были бы одинаковы и для той ситуации когда выделись нолики и для то есть когда выделились единички то есть вам было просто важно что они выделились вот есть исключение в котором значит это подожди вот давайте теперь поймемте где я вас обманул потому что предположим что я назвал 6 периоде ну шести периодической функции на 2 периодическую потому что но я бы взял и сложил бы ну соответственно я бы написал здесь ну как это плюс-плюс сколько там ну сложил бы три из них все весь старый как это все старое рассуждение вроде бы проходят где я вас обманываю значит смотрите пусть у меня было ну давайте я как-то ухожу от парадигмы 2 ванны доставляю n большой на здесь была сумма из н большого я взял 6 периодическую последовательность 0 плюс 6 ну как и так далее здесь я получаю некоторую сумму вещей которые делятся от n поделить на 6 да и там все коэффициенты не нули потому что я взял 0 плюс 6 плюс как это самое плюс что-то плюс 12 до плюс 18 и коэффициентов и коэффициент от него равняется псих Теперь я взял 2 плюс 8 плюс 14, значит, взял QFT от него. Я утверждаю, что, значит, QFT от него будет равняться какая-то E, ну, в какой-то степени, да, и что-то умножить на Пси. Да, и теперь я беру QFT также от 4 плюс что там, плюс 10, плюс 16, плюс и так далее. Да, это будет E в степени и два вопросика Псих. Вот и полосу. Все, больше ничего не берем. Все, три раза. Не, не, я просто буду. А внутри суммы берем до, как это, ну, как это, n делить на 6 слагаемых. Да, и в каждой из них n делить на 6. Да, значит, и того у меня что получается, когда я, ну, это просуммирую, да, значит. Ну, здесь надо, конечно же, написать 1 поделить на корень из n поделить на 6, да, значит. Здесь 1 поделить на корень из n поделить на 6, и здесь 1 поделить на корень из n поделить на 6, да. Вот. Ну, а теперь я смотрю расстояние, так, это 1 поделить на корень из n пополам, да, значит. Ну, вот это сумма, да, это, допустим, было φ1, φ0, φ2, φ4, да, вот эти вот. Да, и пишу, как это самое, о, господи, пишу я состояние, которое, сейчас я соображу, 1 поделить на корень из 3, φ0, плюс φ2, плюс φ4. Да. И это получается какое-то комплексное число, да, значит, которое 1 поделить на корень из 3, е1 плюс е в какой-то степени, плюс е в какой-то степени на φ. И вроде бы получается, что должно быть только в числах, делящихся, ну вот, а ПСИ имела концентрацию только в числах, делящихся на n, делящихся на 6, да? Где сумма, она же, он либо 0 везде получился, либо 0. Какое-то такое нижнее, вот это, но я взял и сложил эти 3 равенства просто. То есть где-то всё равно? Что? Где-то всё равно? Где-то всё равно, как это всё? Куэфтэ, да, конечно. Ну давайте, где я вас обманул, обманул? Ну, ПСИ вот, они, ну, они все были не равны нулю во всех числах от n, делящихся на n, делящихся на 6. Ну и, значит, и у этого числа они тоже будут не нулями во всех числах, ну, во всех числах от, делящихся на n, делящихся на 6. Ну, а должны быть то ли не нулями, только у числах от n, делящихся на 2. То есть... Ну, они не делящиеся на 2. Они не делящиеся на 2. Значит, вот ПСИ являлась суммой 6 слагаемых. Да, начну с какими-то коэффициентами. Значит, давайте как, С0, С0 на 0, плюс, ну, давайте я напишу С0 на 0, да, плюс С1 на n поделить, 1 на n поделить на 6, да, плюс С2 умножить на 2 от n поделить на 6, да, ну и так далее. Да, значит, вот у этого числа и в синий из этих коэффициентов были не нули. Да, значит, у этого числа эти коэффициенты тоже будут не нули. А коэффициентами, а коэффициентами, по идее, должно было состоять из двух слагаемых, да, оно должно было состоять из D0 на 0, плюс D1 от m пополам. Ну, потому что это же двух периодическое. Где я вас обманул? Ну вот, и с хозяйства, что я здесь написал, да. Сейчас, ну, давайте я сотру лишнее, сейчас, чтобы, если вот так это на предыдущую задачу сильно, предыдущие надписи сильно пересекаются. Давайте. Давайте. Зоркий глаз должен, он может сказать не как правильно, но то, что где-то здесь вот точно есть какая-то ерунда. Вот зоркий глаз должен это уметь сказать. Должен указать строчку, в которой вот что-то не то. Очень быстро. Смотрите, проблема в следующем, то что я записал вот это. Пси являлась суммой шести слагаемых. Почему такого вида? Такого вида оно, потому что мы знаем, что у шести периодической последовательности не нулями будут только коэффициенты от n поделить на 6. Ну, кратные n поделить на 6. О, кратные, вот я вспомнил это слово. Вот, кратные от n поделить на 6. Ну, нет. Там про еще другие какие-то состояния с компетентом не будут. Не, но они должны быть с нулями. Ну, нет, почему они должны быть с нулями? Они должны быть с нулями, то есть положение из каких-то, как бы, поделить. Ну, если n делится на 6. Давайте вот рассмотримся. Ну, я понимаю, что это гипотетическая ситуация, потому что у нас вроде бы как для квантовых компьютеров только в степени двойки могут быть. Ну, а, допустим, у меня есть такое мистическое устройство, которое делает квантовое преобразование Фурье над любым n. n делится на 6. Ну, а то, что после того, как я взял фи 0, фи 2 и фи 4, то у меня получилось все, как это, у меня получилось все четное. Значит, это что-то периода 2, а значит, как бы, после преобразования Фурье должно было получиться что-то только с коэффициентами n деленное на 2. Ну, а так я взял пси и домножил, ну, на какую-то константу. Все коэффициенты, ну, то есть, было, как это было оно нулем или не нулем, как бы, никак от этого не меняется. Давайте, как бы, естественно, на доске есть одно, хотя бы одно неверное равенство. Давайте попробуем понять, какое. Да, ну, у нас есть абстрактное устройство, которое, ну, вот это просто преобразует именно вот в точности вверх, да? Без эффекта, то есть, да. То есть, суть моей ошибки, давайте так, это, как это, честность, да, значит, суть моей ошибки не в том, что у нас есть неточность периода, как бы, да? Значит, это может интуиция помочь. Называется «Не верьте преподавателю на слово». Одно из вещей, которое сказал «Ну, понятно же, что», была неверна. Что? Да. А вот такое темы здесь поднимаем, как нашу, на то, что мы в теории построили, и на то, что мы в теории, ну, как бы, диагоград. Ну, неважно, экспонент оно с минусом или с плюсом, да, там идет, на самом деле, ну, от этого зависит сам коэффициент, но никак, неравенство этого, ну, равно на нулю или неравно. Ну, это было вот так, как я написал, давайте так, как я написал в начале лекции. Кое-то линейное. Вот это вот, да? Ну, смотрите. Так. Вот, смотрите. Так. Нет, нет, нет. Вот. Смотрите. Значит, у нас, что сказать. Ну, вот как был устроен QFT. QFT, да, QFT от суммы XNT, N, да, переводилась в сумму XKT, K, да, где XKT равнялась какая-то сумма XNT умножить на, ну, на какую-то экспоненту, да? Ну, которая зависела, как это, от K поделить на N только. Да, вот это умножить на... С занята буква, какая буква еще не занята? B. Вот. Да. Ну, соответственно, если мы подставим сюда, то это линейный оператор по XNT. QFT – это линейный оператор. Иначе, в принципе, не могло бы существовать схемы квантовой, ну, ни для какого N большого, да, который бы ее реализовывал. Потому что на квантовом компьютере можно реализовать только линейный унитарный оператор. Так, ладно, хватит, потому что, ну, надо все-таки вперед чуть-чуть двигаться. Зорхий Класс должен был заметить, что не может здесь просто домножиться на экспоненту. Потому что это то же самое состояние с точки зрения, как это, квантового компьютера, да? И, соответственно, здесь должно было бы быть то же самое состояние. Да, подсказка была, когда я здесь начал писать K поделить на N, да? Ну, на N, ну, не помню, как, по-моему, K умножить на N, делить на N большое, вот, правильно. Подсказка была тут, да? На самом деле, все-таки каждая, ну, вот, каждая слагаемая Пси домножится на свою экспоненту. Просто некоторые из них, ну, при суммировании дадут 0, а некоторые не дадут 0. У вас лишние экспоненты не может появиться, ну, лишнего, как это самое, коэффициента, а сократиться какие-то могут. Да, сидеть и доказывать, почему они, ну, либо там все синхронно сократились, либо все синхронно не сократились. Ну, это надо сидеть, как бы, и доказывать, да? Вот, ну, как это, остановимся на том, что они все только в них сконцентрированы. Что? Ну, оно могло уменьшаться, ну, вот, оно может в теории уменьшаться, да, но оно не может увеличиваться. Да, ну, 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 как бы, окей, давайте вот теорему, почему оно прям уменьшится, только если вот вы создали периодическую функцию меньшего периода, да? Значит, ну, давайте мы оставим за скобками. Да. Значит, давайте сделаем следующее. У нас тут, значит, до перерыва чуть-чуть. Так, есть вопросы про период файминг? Вот, сейчас давайте мы, значит, я чуть-чуть расскажу про то, как делается алгоритм Шора в общих чертах, а почему он работает, видимо, уже не сегодня. Кстати, из двух частей. Одна квантовая, одна из теории чисел. Вот то, что касается из теории чисел, я буду просто, типа, пустулировать. Да, значит, а то, что касается квантового, ну, мы с вами будем сидеть разбираться. Да. Значит, давайте, пусть у нас есть число ку, которую мы хотим разложить в произведение. Нет, число r. Которое мы хотим разложить в произведение. Значит, давайте мы сделаем два вида кубитов. И вы, а да, значит, только параграф, алгоритм Шора. Значит, ну, это будет какое-то количество кубитов одно, это регистр А, в нем ТА кубитов будет. Будет регистр B, в котором ТБ кубит. И, значит, давайте мы выберем какое-то число Х. Да, значит. Какое-то число Х. Ну, вот. Одного dn минус 1. Да, и на самом деле 1 тоже не годится. Ага. И давайте, ну, давайте выберем случайное число от 1 dn минус 1. Значит, если окажется, что Х и n не взаимно просты, то мы решили задачу. Да, потому что мы тогда нашли какой-то делитель n. Если нам не повезло, да, ну, чтобы дальше применять алгоритм Шора, нам надо будет, чтобы их с n были взаимно просты. Но, значит, если нам не повезло, и мы не можем применять алгоритм Шора, то мы решили задачу. На всякий случай, поиск наибольшего общего делителя это алгоритм Авклида, в общем, быстрая операция. Да, она там делается, ну, вот именно за... Давайте полилог от n. Вот. И давайте мы посмотрим, рассмотрим такой оператор. Уg, да, у, нет, ух, который из вектора g0 делает вот такой вектор. g оставляет на месте, а здесь он помещает x в степени g по модулю n большое. x в степени g. Ну, вот что вот здесь было, да. Значит, давайте... Значит, у меня будет отдельная секция, да, я буду рассказывать, как этот оператор строить. Ну, предположим, мы этот оператор построили. Да? А, не важно, мы с нулём будем начинать, как бы... Предположим, мы этот оператор построили уже. Значит, в чём заключается фишка, да? Предположим, что n было бы неразложимое ни на какие сомножители. Тогда вот все эти x в житы были бы различны. Да? Значит, если вдруг они оказываются, ну, как бы, как-то меньше среди них различных, чем n большая штука, да, то значит, ну, как бы, оно разложимо. И более того, на самом деле в этом будет куча информации. Да? То есть мы вот нашли... Вот пусть мы... Ну, вот эта штука будет... Известно, что эта штука там, ну, n минус 1... Ну, как n минус 1, короче, что вот если тебе предположить, что g, ну, оно вообще какое угодно, да, а не только там от нуля до n, тогда эта штука будет периодична. Да? В случае, если n неразложима на простые множители, ну, то, значит, она будет периодична с периодом n минус 1. Да? Да, потому что, ну, мы все числа, кроме n, будем получать. Если она разложима на меньшие множители, да, ну, если n разложима, то период будет меньше. То есть это штука, ну, однозначно периодична, потому что вы в какой-то момент приходите в единицу, как бы, да, ну, и все, да. А период не хватает на экстракт или... В смысле, период поджив. Она периодична поджив. Вот если это посмотреть, вот эту последовательность. Я бы не хватит, что бы ничего не было. Ну, как бы, ну, она будет... Ну, окей, да, значит. Ну, вы скажете так. Да, она не всегда будет отрабатывать, да. Да, нет, в смысле, как это... Сейчас. Сейчас я вспомню, что там верно. А быстро, ну, это период разно-обычных, ну, или это... Да, вот. Ну, там не следует, как это уходит. Для простых все, кроме единицы. А, нет, неверно. Сейчас, да, подождите секундочку. Значит. Что? Подбиктовать, что у вас не подходит. Ну, ни сега не знаю. А, минус единица всегда не подходит. Сейчас. Ну, давайте так, нам нас... Сейчас. Сейчас, дайте я подумаю. Сейчас, дайте мне подумать. Ну, технически, да, я в доказательстве это не использую. Я использую другие утверждения в доказательстве, да. Но, как это самое... Да, вы сказали как бы правду. Я сказал неправду. Давайте так, информация о том, насколько x является периодичным, упрощает нам, как бы, ситуацию. Значит, технически я буду использовать, что если период r, значит, вот этого x является четным, да, значит, пусть x в g плюс r равняется x в g по модулю n. Так, да, технически я хочу использовать, что тогда x r пополам плюс 1 или x r пополам минус 1 будет являться делителем n. И, значит, еще вот этот окажется не нулем. Что? Вот, я хочу пользоваться этим фактом, а зачем-то я вам озвучил более общий факт, который еще, видимо, оказался неверим. Ну, я давно, значит, теорию чисел не баловал. Последний раз невысь в одиннадцатом классе. Вот. Да, значит, и тем самым, как бы, я хочу сказать, что моя задача будет поиск периода вот этого r. Да? Ну, в каком-то смысле, да, значит, ну, понятно, мы уже с вами поиском периода, да, значит, занимаемся. Вот, значит, есть технический способ, да, которым можно это сделать. Можно опять-таки, вот если предположить, что я умею делать это u, я начинаю с того, что я делаю везде адамары. Вот здесь вот, да, получаю равновероятные состояния всех. После этого я делаю вот этот магический u. да, притом в tA у меня может быть кубит больше, чем в tB. Вот. Делаю здесь измерения. Неважно, какое число получаю, но здесь остаются только те индексы, которые соответствуют этому числу. А значит, это же получается какая-то периодическая последовательность. Ну, почти периодическая. Да, значит. Вот. И здесь я теперь делаю квантовое преобразование Фрия после измерения. И вот я отмечаю, что здесь это важно, потому что я в качестве измерения мог получить разные иксы, ну, разные значения, и им бы соответствовал разный период. Поэтому важно, что я получил что-то здесь, и только после этого делаю квантовое преобразование Фрия. Да, и тем самым, да, значит, вот я фактически нахожу здесь какое-то число r, да, ну, как бы как период. Да, ну, вот нахожу вот в этом творческом смысле по отношению к тому, что я говорил раньше, давайте без перерыва просто чуть раньше закончим. Вот, то я как-то разошелся, как-то, вот, или я не разошел, а, нет, как раз, кстати, перерыв, но давайте без. Вот, вот, я получил здесь r, период, да, ну, и после этого я использую либо x степени r пополам, ну, вот, если мне повезло, и r оказался четным, да, то я пробую x степени r пополам плюс 1, x степени r пополам минус 1, ну, и, собственно говоря, как это, вещи, которые мне нужны из теории чисел, ну, они ровно эти, что либо то, что, либо я, ну, что если мне повезло, и r четно, и x степени r пополам плюс 1 не является, значит, делителем, делятся на n, то тогда один из них как бы подходит, да, значит, а второе утверждение, которое мне нужно, что мне достаточно часто будет вести, да, вот, это тоже утверждение из теории чисел, по идее, вот, да, значит, и теперь остается, значит, давайте так, вот по этой части алгоритма у меня еще не построен оператор u, поэтому мне надо для любого x уметь строить u, он должен перевести состояние g0 состояние x gt mod n в tb, ну, tb кубитов, и это количество кубитов должно быть такое, что 2 в степени tb больше либо равно, чем n, ну, и давайте меньше либо равно, чем 2 умножить на n. Почему? Да, в степени tb, наоборот, чем длиннее, тем лучше. В этом смысле единственная вещь, что, как это, tb я могу, ну, взять хоть один кубит, но просто тогда алгоритм шора, ну, как бы, долго будет работать, да. Вот смотрите, что у меня происходит. Я здесь делаю измерение, оно создает здесь периодическую, ну, почти периодическую последовательность, да, и, значит, как это самое, я нахожу период. При этом понятно, чем вот эта штука оказалась длиннее, да, тем я нахожу, ну, как, тем мне проще найти период в конечном итоге. Да, значит, по-моему, оптимум, он где-то в районе 2 tb находится, но, как бы, я в оптимум не хочу лезть, да, на данный момент. Моя цель показать, что просто алгоритм шора, это, на самом деле, есть квантовое преобразование Фурье, а не углубляться, потому что, ну, там начинается вопрос теории чисел, как бы, да, ну, вот, я во все эти вещи, и, значит, человек не должен давать лекцию про то, в чем он не разбирается, да, вот. Значит, смотрите, измерение, чтобы получить здесь R-периодическую последовательность, она сама по себе не была периодическая до измерения, потому что для разных результатов измерения, а, или нет, или она... Нет, нет, правильно, соответствуют те же, которые соответствуют такому иксу. А иначе там были все, да, вы совсем все правильно, да, вот. Нет, просто потому что существуют иксы и как с меньшими периодами, так с большими периодами, да. Ну, как бы, если R у вас не простое число, да, ну, существуют, ну, результаты измерения для... сейчас. Ага, да, да, собственно, для любого измерения одно и то же бы получилось, да. Ну, измерение получилось бы одно и то же, то есть в теории, да, получается, что по аналогии с предыдущим разом, да, мы могли бы и не проводить здесь измерения. Но, скорее всего, оно получается неточным просто. Да? Давайте поймем, кстати, хороший вопрос. В прошлый раз я вас, как я, законфузил, теперь вы меня законфузили. Вот. Ну, значит, первое, ну, если я измерил, то я точно получу там периодическую последовательность, это стопудов, да, типа, что произойдет, если я не измерил, а применю туда квантовое преобразование Фурье, да. Значит, если у меня, значит, как G, G это период, это функция X получается. Да, период зависит от X, а не от того измерения, которое я произвел. Да. И тогда я должен был бы получить тоже периодическую последовательность. То есть, в принципе, да, можно было бы просто сделать квантовое преобразование Фурье не беря предварительное измерение, да, можно было. Да, забавно. Давайте так я подумаю над этим. Вот. То есть я получу ответ, ну, в смысле, да, точно можно было, да, и вот точно делают вот это измерение, да, чем это вызвано, мне надо подумать. Да, и таким образом, ну, вот мы получаем в итоге, ну, вот такую историю. Значит, и здесь важный момент, да, значит, ТА так или иначе пропорционально логарифму Н, да, значит, О большое от логарифм Н, ТБ от лог Н, да, значит, QFT у нас получается что-то длины О большое от логарифм Н. Значит, вопрос, сколько вот этот У занимает, да, это немножко темный вопрос для нас пока что, да, значит, ну, и мы знаем, что нам придется, значит, ТА раз, ну, как бы, О большое от логарифм Н повторять эту штуку для того, чтобы найти R, да, вот. Соответственно, получается, что, ну, пока что у нас О большое от логарифм Н на О большое от логарифм Н, да, но на самом деле здесь еще есть, ну, время, сложность У, да. Вот. Ну, пока ее не знаем. Надо понимать все-таки, что, значит, сила квантовых компьютеров, она не только в том, что мы можем быстро сделать QFT, но еще и в том, что мы можем быстро одновременно сосчитать все степени х, чего мы не можем сделать на классическом компьютере никак. Да, то есть одну степень мы можем сосчитать быстро, ну, относительно быстро, вот. Ну, потому что, смотрите, да, нам что надо делать? Нам надо брать, ну, условно говоря, давайте G умножений, да, значит, ну, давайте так, X в степени G это более такая простая операция, чем X на X на X на X на X N раз, да, потому что вы берете двоичное разложение G, да, и домножаете то ли на… сначала, ну, либо на X, либо на X квадрат, либо на X четвертый, ну и так далее. Вот. И вы один раз можете сосчитать X в G-той степени быстро, да. Значит, это сколько вам надо будет произвести лог N умножений, да, а лог 1 умножение производится за лог N времени, да. Итого, ну, вот здесь, по идее, ну, вот если бы классическое 1 умножение было бы, то здесь было бы лог N в квадрате. Да, но поскольку у нас классическое, ну, не одно умножение, ну, как бы не один, а сразу как бы все, да, ну, здесь сразу получается N в лог N в квадрате. Ну, как бы это очень много. Что позволяет квантовый компьютер? Он позволяет все эти умножения произвести одновременно. Ну, и давайте посмотрим, как. Да. Ну, собственно говоря, по стандартному трюку. Да, значит, вот у нас есть этот регистр ТА. Да. Значит, ну, из них кто-то соответствует нолику, кто-то единичке, кто-то двойке, кто-то четверке, кто-то восьмерке, да, ну, когда мы двоичное представление делаем. Ну, и давайте сделаем, собственно говоря, здесь у нас будет, ну, вот это на ТБ, контроль умножения на х, и здесь контроль умножения на х квадрат, здесь контроль умножения на х четвертый, да, ну, и так далее, да. И тем самым мы одновременно сосчитаем, ну, как бы все, ну, вот мы сделали вот эту суперпозицию, да, и мы одной схемой сосчитаем все степени. Фактически, значит, давайте разбираться о том, как устроить умножение, ну, то есть надо, чтобы это умножение быстро работало. Вот. Давайте скажу сразу, я не знаю, как это делать без дополнительных кубит. Давайте скажу сразу, да. Значит, я думаю, дальше можно устроить соревнования, как мало дополнительных кубит можно делать, да. Да. Но давайте я предположу, что у меня есть схема, которая из любого данного числа, да, ну, вот где-то в дополнительных кубитах, делает число А квадрат. Да. Заметим, что это не может быть очень простая схема в принципе, потому что операция из А сделать А квадрат не является обратимой операцией. То есть здесь должны быть еще к ней какие-то дополнительные кубиты, минимум один, да. Вот. А то и такое количество, сколько нам понадобится считать эту степень. То есть на самом деле Та дополнительных кубит. Да. И ни в коем случае там не получится делать, вот как мы использовали при прибавлении там единицы, да, что мы его используем, но в конце возвращаем в то же самое состояние. Да, потому что, ну, если мы его вернем в то же самое состояние, то, ну, оператора все равно не обратим. Поэтому, ну, вот, значит, здесь понадобится дополнительных кубит, ну, в итоге столько же, сколько степеней нам придется здесь делать. Да, то есть Та на самом деле. То есть мы вот здесь добавим Та дополнительных кубит. Да. Ну, а дальше мы бы давайте будем делать таким образом. Значит, каждый вот этот контрол. Ну, давайте мы поместим единичку, да, то есть, ну, как это, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 поместим, да, то есть у нас 1. Здесь будет контрол домножения на, ну, поместим сюда x, да, сделаем контрол домножения на x, да, вот это оно. А после этого в любом случае x заменим на x квадрат, да, сделаем контрол домножения на число, находящееся в этом регистре, да, и возведем регистр в квадрат, ну, и так далее, да. Значит, значит, почему это в принципе можно делать? Значит, вот давайте схему этого дела мы на паре, значит, я не буду вам рассказывать. Потому что я вам с горем пополам, да, с длинным рассказом делал прибавление единицы и объяснил, как складывать два числа на основе прибавления единицы. Что нам нужно делать здесь? Нам нужно устраивать домножение на x по модулю, большое. То есть, ну, как бы, если схему квадрата я, допустим, могу напрячься и ее вам выписать, да, не очень понимаю, зачем, да, ну, могу, да, вот, то схему домножения на x по модулю n, ну, это будет еще какая-то схема. Здесь надо понимать, что, как это, у вас, почему такая схема существует, да, не потому что оператор унитарный, любого унитарного существует, да, а потому что у вас есть обычное вычисление, да, ну, вот, как бы, которое вы делаете на обычном компьютере, и если вы его сделаете обратимым, а вы всегда можете сделать его обратимым, ну, добавив нужное количество дополнительных бит, да, то вы после этого сможете такими же логическими операциями только в квантовом мире сделать это умножение. Просто как-то, ну, если у вас обратимые операции, то им существует их клон квантовый. Но я это рассказывать не буду, да, но здесь важно, что я, в принципе, могу это сделать. И здесь получится, что я, в принципе, делаю О большое от логарифм квадрат N операций. То есть вот здесь у меня находится… Значит, у меня мел закончился. Здесь, в принципе, у меня находится О большое от лог квадрат N операций. И надо заметить, что константа будет большая, да, не один, не два, и все это идет вот из-за этой жести, которую надо осуществлять вот здесь, да. Вот, соответственно, да, значит, как это самое, ну, вот на пятерку будет как раз, да, значит, реализация этого алгоритма. Значит, она, видите, состоит из нескольких вещей. Она состоит из, значит, куэфта, ну, которая относительно простой и стандартной, да, я все-таки буду не гигантские числа писать, поэтому это будет выполнимая задача, да. Значит, и она состоит из двух таких сложных подкусков, да, один сложный подкускок – это домножение на число, ну, умножение двух чисел по модулю N, да, скажем так, да, скажем так, а другой подкускок – это возведение числа в квадрат, да, опять-таки по модулю N. Значит, ну, и там, видите, какие-то дополнительные кубиты появятся, да, и я, честно говоря, недорассказал вам, правда, ведь получается. Да, смотрите, вы делаете, вот давайте следующее, да, значит, нам нужно последовательно реализировать, умножение на х, умножение на х квадрат, умножение на х четвертый. Давайте я забываю про то, что мне надо делать контролд, да, потому что, ну, это как бы мы знаем, как добавлять контролд. Вы добавляете контролд каждой из операций по дороге, да, значит, и что делать? А, значит, вы берете… Количество кубит, в котором будет храниться, ну, как бы, произведение само по себе, да? Да, значит, здесь на начальном этапе стоит 1, да, значит, дальше у вас есть место, в котором будет храниться, собственно говоря, х, х квадрат или х четвертый, да, назовем их отсыла 1, а заняты уже, да, c1. У вас еще будет сколько-то дополнительных регистров, которые на самом деле будут т.а. штук, да, вот, в котором будут храниться, ну, вспомогательные биты для реализации возведения, ну, возведения в квадрат. Вот, да, значит, и что будет происходить, да, значит, шаг 1. У вас есть тупая вещь, которая называется, ну, как бы, вот вы должны как-то реализовать умножение того, что находится в этом регистре, на то, что уходится в этом регистре, и помещение его в этот регистр. Это обратимая операция. Если там х и н взаимно просты, но мы их исходно такими выбрали. Вот, вот вы делаете эту штуку, да, ну, на самом деле с контролем. Вот, значит, дальше. Вы в любом случае без всякого контрола делаете возведение в квадрат. Здесь умножение, здесь х квадрат, ну, как бы, х то х квадрат, да. Потом вы делаете умножение с контролем, с другим. И опять х квадрат. Ну, как бы, и пошло-поехало. Ну, в принципе, ну, вот, каждая из этих вещей является, ну, как бы, конечного размера куском. Да? Нет, значит, смотрите, да, значит, на всякий случай, да, значит, 11 на 13 уже ваши предшественники разлагали. Ну, вот, ну, не забывайте, что у вас базовая штука, это логарифм, да, то есть 11 на 13, да, каждая из, там, этих чисел, ну, сколько 11 на 13, это каждый из них меньше 4 кубит, да, значит, n меньше 8 кубит, получается. Вот, и, значит, надо понимать сейчас, ну, да, не более 8 кубит, да. Вот это, получается, не более 8 состоит. Вот это можно подбирать, как бы она будет, ну, как бы, на самом деле, ну, надо смотреть, сколько вам реально понадобится, да. То есть, вот эта часть у вас, ну, произвольное число содержит, вы ее как бы на свой вкус выбираете. Вот. Да, значит, ну, и здесь получается столько, сколько раз, ну, вот, здесь x, да, значит, здесь тоже x тогда. Ну, может быть, x минус 1, да, я так, ну, не уверен, сколько раз вам в квадрат надо подводить. Вот, получается, что-то типа 8 плюс 2x, да, ну, сейчас они, как это, до 32 умеют, да, значит, 32 минус 8, это сколько пополам, это сколько? Я, ну, я не умею. Что? 12, ну, 12 вам точно хватит. Ну, другое дело, что вы так, зацените, какая будет длина, да, этой схемы. 8 контролов. Что? 8 контролов. Почему? Где 8 контролов? У меня нигде массового контрол-контрол-контрол-контрол, у меня массово нигде не было. У меня контрол всегда как раз единичный был. Ну, то есть, условно говоря, если вы вот эти штуки реализуете, ну, двоичными контролами, да, ну, контрол-контрол, да, то здесь будет троичный максимум. Ага. Ну, я, так, я вас, конечно, обманул с количеством. Потому что 8-то вот здесь, вот, значит, а здесь, значит, x это плохая буковка, да, значит, t, а, а это сколько вам нужно для представления x? Ну, то есть, давайте назовем tc кубит. Что? x вы можете вообще любым выбирать. Ну, выбирайте x, чтобы он не забывал. Значит, как это, общая вещь такая, что нет алгоритма выбрать x, вам еще придется, ну, как бы несколько раз попробовать. То есть, для разных вопросов вам при этом будет работать по-разному вопросов? Да, ну, нет, ну, там вещь такая, что вам в конце нужно было, во-первых, чтобы r получилось четным, так, чтобы x степени r пополам плюс 1 не делилось на n. Ну, как бы, ну, вам должно повезти, вы берете случайно их сколько-то раз, ну, придется случайно, ну, как бы, о большой от единицы раз вам понадобится запустить это с алгоритм. Вот, ну, смотрите, да, мы с вами не дошли еще до куска, который, ну, позволяет именно писать на этом, ну, типа, как на питоне, да, там, собственно говоря, есть способ это делать, кискет, да, называется, в котором можно писать это как на питоне, тогда форы есть, да, ну, значит, вот это все есть. Ну, то есть, вообще говоря, вы можете, смотрите, тут же какая ситуация, вы, да, в конце у вас есть схема, да, но у вас на самом деле код, который вы пишете, это генератор схемы. Генератор схемы у вас подчиняется обычному языку, да, ну, вот вашему классическому языку программирования, да, ну, а потом просто запуск схемы происходит на квантовом. А, ну, мы с вами что-то это еще не увидели на паре, как бы, как это делать, это, конечно, мой косяк, вот, может быть, за следующую пару исправимся. Да. Ну, да, ну, ТА раз, как бы, как вы ТА будете выбирать, ну, это, там еще вопрос есть. Нет, вам иксов понадобится о большой от единицы. Вы выбираете его, как бы, случайным, этот икс, да, значит, и вы за конечное число, ну, как бы, видишь, пуп, какая, когда вам повезет. Вот. Ну, и то, что это за конечное число раз повезет, ну, это теорема из теории чисел. Ага. А вот, сколько мы берем случайный один, это мы на обычном числе, как бы, один. Ну, ай, ну, вы можете взять, вот вы здесь пошли с икса, да, берете Адамары, дальше берете измерения. Квантовый компьютер, как раз, насколько я понимаю, первое его планируемое использование, это генератор случайных чисел. Ну, такой промышленный, в смысле, где он реально начнет работать лучше, чем классический.